это понятная политика здравствуйте воскресенье франция выбрала 26 президента республики победу во втором туре одержал макрон в битве за елисейский дворец по традиции не обошлось без компромата буквально за несколько дней до решающей схватки французский интернет ресурсы медиапарт обвинил или пен и ее соратников в хищении средств из фондов европейского парламента будучи депутатами в период с 2004 по 2017 те якобы присвоили 617 тысяч евро из них 137 тысяч положила в карман сама ли пен все это во французской истории уже было ресурс медиапарт который вовремя подбрасывает точечное расследование и давление европейских структур на кандидата который их не устраивает в данном случае инициатором компромата было руководство европарламента которая явно недолюбливает главного конкурента макрона за критику ес и обещание его реформировать в случае избрания президентом таковы реалии современной французской политики за последние 40 лет редкая президентская кампания обходилась без сенсационных разоблачений и манипуляций скандальный шлейф у пятой республики тянется еще с 81 за это время конкурентов топили разными прегрешениями взятки коррупция попытки изнасилования как выбирали нужных президентов самой громкие истории прямо сейчас а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Официально камни проходили по документам, как образцы продукции завода по огранке алмазов, открытого в городе Банге, столице ЦАР. Однако медиа раскрутили идею взятки Деэстену. Ошибка Деэстена, по мнению экспертов, он не задекларировал вечные камни, тем самым нарушил законы Франции. История с бриллиантами так разлетелась по медиа, что над президентом стали просто смеяться в обществе. А французские комики создали шутку, ставшую финишем его карьеры. Добрый вечер, бриллиантовые мои. Но главное, а был ли подарок на самом деле? Вопрос, на который не дала ответ ни французская история, ни французская правосудие. Ну а выборы 81-го выиграл, разумеется, Митран. На Западе мы видим очень большой вляст у СМИ. Значит, СМИ в принципе в состоянии дискретировать практически любого кандидата, а также умалчивать о всех проблемах, которые есть у другого кандидата. Так что если им кто-то нравится, они в состоянии обо всем забывать, что он сделал. И наоборот, если кто-то не нравится, они даже могут придумать разные фейки со словами якобы или неизвестный источник что-то сказал. Мы, конечно, не знаем, правда это или нет, но в заголовках это всегда звучит как правда. И таким образом можно спортить имидж любого кандидата. Мы видели это уже во многих примерах, не только во Франции, но этот инструмент, видимо, начали использовать лет 40 назад. И раз работа до сегодня, он просто работает в завершенстве, как мы видели, например, в последних гонках в Америке. Ореол скандальности поддержали выборы в 95-м. Ключевым кандидатом считался мэр Парижа Жак Ширак. Политик, явно ищущий одобрение по другую сторону Атлантики. К тому же и конкурентов не было, пока действующий премьер-министр Эдуард Баладюр. Соратник Ширака по партии вдруг не решил, что так же будет баллотироваться. Для мэра города любви это было даже не предательство, а заведомый проигрыш. Баладюра Франция любила. За премьера готовились отдать голоса 60% избирателей. Это победа в первом туре. И тоже магическая цифра для президентских компаний. По удивительному совпадению в этот момент раскрутился коррупционный скандал. Так называемое дело Карачи. Выяснилось, что французские власти выплатили пакистанским чиновникам вознаграждение за покупку Исламабадом трех подводных лодок. Часть этих средств через счета подконтрольных фирм вернулась во Францию. Главным бенефициаром был именно Баладюр. Эти деньги пошли на финансирование его избирательной кампании. Компромат обрушил популярность политика. Уже в первом туре выборов он выбыл из гонки. А президентом стал Жак Ширак. В 95-м Ширак, что называется, отскочил. А вот в 2001-м Фемида втянула и парижанина в водоворот такой же справедливости. СМИ выяснили, будучи мэром, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест. И платил миллионы евро из госбюджета своим однопартийцам из собрания в поддержку республики. Также журналисты раскопали, что президент пользовался услугами частной авиакомпании совершенно бесплатно. Позже оказалось, что политик торговал влиянием. Мол, тендеры, контракты ваши. Налетал политик на 380 тысяч евро. Но выборы 2002-го Ширак все же выиграл. Помогла одиозность соперника Жан-Марилипена. Французский стеблишмент настолько испугался прихода к власти ярого националиста, что даже соперники поддержали Ширака. Правда, своеобразно. Лозунги «За вора, но не фашиста» и «Голосуй с прищепкой в носу». Намекали, что экс-мэр Парижа пахнет далеко не французским парфюмом. Ширак был кандидатом из стеблишмента. И мы видим всегда очень спокойно, гладкие выборные гонки на Западе, когда есть два кандидата из стеблишмента. Как только кто-то не из стеблишмента, был это Трамп в Америке или Пен во Франции, тогда СМИ ищут любой угресс, забывают о любых грехах удобного кандидата. Эту схему мы видим во всех западных странах. И с Лепеном мы этот видим и сегодня с его дочерью. Длань правосудия все же Ширака настигла. В 2011 году ему дали два года условно за махинации с бюджетом. Притом сам политик долгое время на суде не появлялся. Якобы проблемы со здоровьем. Позже в прессу просочится информация, что бывший президент покупал себе справки о проблемах с памятью, дабы избежать наказания. Достоянием общественности в нужное время становились и амурные дела французских политиков. Так как с министра экономики Доминика Струскана за похождения прозвали «горячий кролик». На выборах 2012 года он был первым номером партии социалистов и, по прогнозам, уверенно побеждал в первом же туре с теми же 60%. Но не сбылось. Карьеру кролика похоронили 14 мая 2011 года. Полиция арестовала Струскана за попытку изнасилования горничной в отеле «Софител». В тот же день претендента на Елисейский дворец обвинила журналистка Тристан Банон. Мол, приставал в 2002 году. Клубничную историю из нью-йоркской гостиницы и откровения репортера СМИ смаковали три месяца. Позже дела против кролика развалились. Но медиа вывели так нужный ЕС и США тезис. Струскан не сможет баллотироваться в президенты. Французские телеканалы, газеты, интернет-издания и, наконец, сам Елисейский дворец попросту испугались популярности социалиста Струскана, который собирался встряхнуть Пятую республику. Тогдашний президент Франции Николай Саркази, о нем чуть позже, ради сохранения своего кресла подключил родные и американские специальные службы. Акция против Доминика Струскана была хорошо подготовлена и скоординирована. Наконец, ряд источников утверждали, что злоключение возможного кандидата в президенты результат провокации французских спецслужб, действовавших по прямому указанию главы государства Николя Саркази. При этом в обществе активно обсуждалась и роль американских спецслужб, действовавших в интересах своей страны. Убрав Струскана из французской политической колоды, США рассчитывали повысить шансы на победу Саркази, считавшегося проамериканским политиком. Кстати, Саркази боялся Струскана не просто так, ведь на момент скандала политик возглавлял Международный валютный фонд. На расстоянии одного звонка у Кролика был и Белый дом, и много кто еще. Эксперты уверены, он и был выбором Вашингтона на французскую кампанию. Все поменяло выступление Струскана 3 апреля 2011. Напомню, 14 мая его арестовали, а 18 мая забрали мандат МВФ. Неприятности Струскана начались после его пламенной речи 3 апреля 2011 года на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка. Тогда он практически открытым текстом заявил, что нужно менять всю существующую мировую политическую и экономическую систему. Что прежний мир рухнул во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Что стремление стран к достижению низкого бюджетного дефицита, бурному экономическому росту, свободному, никем не контролируемому финансовому рынку и либеральным налогам привели к мировому финансово-экономическому кризису. То есть фактически обвинил США в крахе мировой экономики. Такого американцы не прощают. Но и Саркази, который уверовал в то, что именно он, кандидат от Вашингтона, на выборах 2012 года угодил в еще больше скандал. За пару месяцев до дня голосования портал Медиапарт, тот самый вы помните, рассказал, что политическую компанию Николя Саркази спонсировал Муаммар Каддафи. Ливийский лидер выделил французу целых 50 миллионов долларов. В обмен Саркази должен был помогать решать вопросы. После такого слива СМИ начали называть Саркази торговцем влияния. Подтвердил информацию и местный бизнесмен Зиад Текиедин. Он был связным между Саркази и Каддафи. Предпринимателя задержала полиция при попытке ввести во Францию полтора миллиона евро. Финансовые узы Елисейского дворца и Триполи подтвердил и сын, на тот момент уже убитого Муаммара Каддафи. Деньги передавали постоянно небольшими траншами. Как отблагодарил Николя Саркази своего прямого спонсора? В лучших традициях западных политиков. Одним из первых поддержал вторжение сил НАТО в Ливию. В прессмертном интервью Каддафи дал исчерпывающую характеристику своему экс-проекту. Саркази умственно отсталый. Только благодаря мне он стал президентом. Мы предоставили ему средства, которые помогли ему выиграть. После такого Саркази был повержен. И на пост президента выбрали Франсуа Ланда. Человек из партии социалистов стал экстренным заменителем. Горячего кролика Строскана. А что Саркази? После выборов уголовные дела на политика словно поставили на паузу. Но тут он сказал страшное. Собираюсь баллотироваться на выборах в президенты 2017. Как по щелчку пальца снова объявилось издание Медиапарты. Снова с порцией сенсаций. На этот раз подняли подробности дела Бетанкур. История, достойная экранизации. Лилиан Бетанкур – одна из богатейших женщин планеты. Наследница состояния в 40 миллиардов долларов и бизнес-империи Лореаль в 1987 году завела себе молодого любовника-фотографа. На эту связь смотрела с недоверием дочь миллиардерши. И в 2007-м подала на любовника в суд. За мошенничество. В ходе изучения финансовых документов стало известно, что Эрик Верт, министр труда Франции и правая рука Саркази, инвестировал в компанию Лореаль. А сама Бетанкур получала налоговый вычет от правительства. То есть от Министерства труда. 38 миллионов евро за один год. Позже следствие установит, что Бетанкур министру труда спонсировала политическую деятельность. Но не только ему. И тут настал черед Саркази. Настоящая бомба рванула, когда сайт Медиапарт разместил выдержки из разговоров Лилиан Бетанкур с ее финансовым советником. Запись втайне сделал дворецкий Бетанкур. И, судя по ней, речь шла о 100 миллионах долларов, укрытых от налогов в швейцарском банке. Также на горизонте забрежил неучтенный остров в Сейшельском архипелаге. Ну а главное, потянулись ниточки к Верту и Саркази. Якобы в бытность мэром города Нейи с 1993 по 2002 год, Саркази регулярно наведывался на виллу Бетанкур за своим конвертом. А уже позже через Верта получил от Бетанкур внушительную сумму на президентскую кампанию. Саркази, популярного у французов, даже несмотря на скандалы, из орбиты убрали окончательно. И вот он, лидер Пятой республики, Франсуа Алант. Устраивает ЕС и США, и даже с большего французский народ. Или все-таки нет? На годовщину избрания Алант оказался втянут в грандиозный скандал. Казначея его партии Жан-Жак и Ажье словили за офшорную руку. Политик переводил деньги в две компании на Каймановых островах. В интересах важных людей. То есть Аланда. Подмочила репутацию Аланду и скандальный роман с актрисой Жюли Гайе. Первая леди Франции узнала об этом из газет. Потом случился шпионский скандал из-за сливов Викиликс. Американские спецслужбы прослушивали Елисейский дворец. Учитывая уровень поддержки населения, менее 30% абсолютно проамериканский Аланд вынужден был осудить решение США шпионить за своими союзниками. Париж вызвал посла США для объяснений после сообщений о том, что Соединенные Штаты шпионили за французским президентом Франсуа Аландом и двумя его предшественниками. В заявлении от имени французского президента говорится, что США обязаны соблюдать свои обязательства и не шпионить за французскими лидерами. Сухая новостная заметка, однако такая строптивость Аланду стоила поддержки Вашингтона. Дома и так не любили. В результате на фоне антирейтингов впервые в истории Пятой Республики действующий президент страны отказался баллотироваться на второй срок. И тут мы приходим к новейшей истории. Год 2017-й. В компании участвовали пять месси и одна мадам, дочь того самого Лепена. От подконтрольных Парижу СМИ доставалось ей знатно. Но весь пропагандистский огонь на себя принял Франсуа Фион. 137-й премьер-министр Франции, лидер партии «Республиканцы» Франсуа Фион за три месяца до дня голосования был абсолютным фаворитом гонки. Аналитики пророчили ему снова те самые 60% голосов и тоже победу в первом туре. Допустить подобного западные политики не могли. Ведь Фион – ярый сторонник крепких отношений с Россией. Фион отопили по старой проверенной схеме. Если скандал нужен, СМИ его дадут. Рейтинг «Фаворита» обрушил скандал, который разразился после публикации в сатирическом издании «Канар Аншене» о присвоении государственных средств супругой Фиона Пенелопой. Она получила зарплату как помощник своего мужа-депутата за 8 лет в общей сложности в размере 831 440 евро, утверждает издание со ссылкой на платежные документы. Депутатам и сенаторам во Франции не запрещено нанимать родственников, однако СМИ не нашли доказательств того, что жена Фиона действительно выполняла работу, а не просто значилась помощницей. За одним вбросом был и второй, и третий о незаконном трудоустройстве детей, слухи о дорогих подарках и займах, которые проходили вне декларации. Сам кандидат на Елисейский дворец назовет дело против него крайне профессиональной клеветой. Я сегодня являюсь мишенью такого количества атак, что не могу не рассматривать это как форму травли, мобилизации против меня. Ежедневно во вторжение в мою частную жизнь мы спускаемся все ниже. Что может объяснить то, что сотни или десятки журналистов копаются в мусорных ящиках и сегодня заняты моими костюмами, завтра рубашками, а там и до трусов дойдет? В итоге Фиону дали пять лет. Три из них условно за крайне высосанное из пальца дело. Эксперты говорят, главное нарушение политика консерватора заключалось в том, что он опережал правильного кандидата Эммануэля Макрона в два раза и был главным кандидатом в президенты. Западная демократия со всеобщим голосованием является красивой оберткой для принятия решений элитами о том, кто будет формальным главой государства и каков будет политический курс. В этой связи при появлении политиков, которые не укладываются в нынешнюю стратегию элиты, используется их шельмование и всяческое блокирование компромата на политиков, скажем так, системы. Что касается Марин Липен, лидера национального фронта, тогда под выбор она тоже получила, конечно, скандал. Политика обвинили в том, что она платила своим сотрудникам из фондов Евросоюза. Позже нашлись эмигранты, которые рассказывали, что в 90-х дочь Ярова националиста отстаивала права нелегалов в суде, давая им возможность остаться во Франции. Почему так Липен не взлюбили еврочиновники? Мы уже говорили об этом в программе. В случае победы на выборах мы намерены провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС. Напомню, что 2017 год, когда Лондон закрепил законодательно свой выход из ЕС. И потерять еще Францию, значит закрыть европроект как таковой. И на фоне двух ярких кандидатов зашла звезда Эммануэля Макрона. Скромный, никому неизвестный банковский клерк выглядел фигурой для элит. СМИ первое время называли его «банкир Ротшильдов» за работу со знаменитым семейством. Пройдя во второй тур бок о бок с Марин Липен, Макрон получил огромную, будто по указке, поддержку сошедших с дистанции кандидатов. Все, кроме Фиона, призвали свой электорат голосовать именно за молодого политика. То же произошло и в этом году. Даже скандал в прессе на фоне остальных выглядел мелким. Макрон зручился поддержкой большинства крупнейших французских СМИ, которые яростно атаковали его конкурентов. Любимчика особо не трогали. 6 января 2016 года в Лас-Вегасе под эгидой Министерства экономики Франции прошла масштабная презентация французских высокотехнологических компаний, в которой принял участие Макрон, в тот момент возглавлявший ведомство. На проведение этого мероприятия из государственной казны было потрачено более 380 тысяч евро. Эти средства Минэкономики перечислила известному французскому пиар-агентству Хавос, не проведя перед этим, как кто предписывает закон тендер. И тут начинается самое интересное. Пиар-агентство Хавос принадлежит политологу по имени Жак Сигель. О нем мы говорили в начале программы. Тот самый творец президентов, как его называют во Франции. Следствие установило, что через Минэкономики Макрон заплатил за услуги рекламщику. И занял место в Елисейском дворце. Так было во время последней президентской кампании в США, где с одной стороны шла травля Трампа, с другой стороны блокировалось распространение компромата на семью Байдена, связанного с его коррупционными связями с Украиной. Во Франции та же самая ситуация. Причем зачастую эти решения действительно диктуются Вашингтоном, поскольку очень многие национальные медиа во Франции и других странах континентальной Европы имеют пакеты акций, принадлежащие американским медиакомпаниям, которые, используя этот рычаг, воздействуют и на местную политическую жизнь. Вот такие скандалы, интриги, расследования. И это все выборы по-французски. Увидеть Париж и умереть вполне себе подходит под карьерные риски местных политиков. Видимо, и на нынешнего президента найдется и компромат, и за океанское управо. Когда придет время, и это будет нужно большим игрокам. Счастливо!